Я помню, что был один рекламный день, когда я утром не смогла самостоятельно встать с кровати. Просто ты в одночасье становишься по факту инвалидом. И когда ты это осознаешь, становится страшно и тобой обладевает паника, потому что ты не знаешь, как это будет дальше развиваться и что с этим дальше делать, как с этим жить. Надежда и уверенность, что я все равно вернусь в каком-то ни было случае, я ее держала до последнего. И я, собственно, вернулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне было лет 6, ну, 6-7, когда я увидела вот эту красоту, да, когда всадник сидит, и ты не видишь, что она делает. А лошадь под ней просто танцует. Это настолько глубоко вошло как бы в сердце, в душу. И я с того момента решила, что я хочу так же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень просила родителей отдать мне школу. Но в силу возраста мне сказали, что еще рано, подождите лет до 11. Мы жили... Наш дом рядом с Тимирязевской академией с манежем. То есть из окна было видно это поле, этот манеж. И каждое утро я усовывалась в окошко, смотрела, как бегают лошадки. И все время сбегала туда на конюшни. Ездить мне, конечно, не давали, но ходить там, щупать их за носы, возможно, была шаговой доступности. Поэтому любое свободное время я проводила именно там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вот ощущение, оно остается со мной до сих пор. Это дыхание и бархатный нож. То есть вот эта теплота, которую лошади тебе отдают, которой они с тобой делятся. Вот эти положительные эмоции и чувство защищенности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всегда первое, что я делаю, это обнимаю их бархатные носы. Мне нужно мурашки. Мне нужно мурашки. Они просто делают каждый мой день. Я даже сейчас об этом говорю, у меня мурашки по коже будут. И не с каждым человеком ты себя так ощущаешь, как с лошадью. С каждой лошадью провожу достаточно много времени. У меня их на данный момент пять. И мое время на работе, проведенное, занимает весь день. То есть я здесь с 8 утра до 8-9 вечера. Мне самой приятно больше с ними проводить времени. И они становятся более живыми. То есть чем чаще ты с ними общаешься, может быть, они чувствуют, что они нужны, я не знаю. Но они становятся... У них горят глаза, и они мне все очень, честно говоря, баллы. Сервина. Все, все накормлено. В любом случае ты к ним относишься, как к детям. То есть ты как к детям, как к личности. Но сейчас, наверное, к этому всему, к этим нежностям и любви добавилось все-таки какие-то моменты требований. Но все это должно как бы быть разумным. То есть нужно четко отдавать себе отчет, что если лошадь что-то не делает, это не потому, что она не хочет. Либо она не понимает, либо она физически к этому не готова. Ну, у меня всю жизнь было желание выступать по большому призу и быть большим призным всадником. Сервина для меня — это праздник. То есть я к этому подхожу абсолютно спокойно. Мне нравится вот эта праздничная атмосфера. Это такие положительные эмоции в жизни, которые, наверное, нужны. Без них очень тяжело. Значимый турнир для меня был — это всероссийские студенческие соревнования. Мне почтливилось на тот момент ездить на бюджетные призные лошади. Это был первый турнир, после которого я сидела и долго плакала. Это были такие крокодильные слезы счастья, и когда мне сказали, что я выиграла этот турнир, я сначала даже не поверила, потому что это было... Ну, для меня это было что-то, наверное, такое недосягаемое. Я когда закончила езду, сверху мне казалось, что это было настолько безобразно, и я опозорила там честь и имя своего тренера, и лошади. И вот, наверное, именно эти эмоции взяли вверх. Вы знаете, очень парадоксально, что в большинстве случаев, когда тебе кажется выступление плохого качества, оно со стороны выглядит победным. и были там пару-тройку моментов, когда ты верхом едешь, тебе кажется, что вот у тебя все в подчинении, все вот оно бежит, а ты получаешь низкие оценки. То есть такое тоже бывает. Мне кажется, это психологический фактор, потому что, ну, как бы отъехать схему, это по большому счету твоя контрольная работа, да, то есть ты показываешь в этой схеме то, что ты наработал, и когда тебе, ну, как бы тяжело, да, и ты обрабатываешь каждый шаг и каждый кусочек, может быть, с этим связано, да, нежели чем когда ты просто сел и просто проехал. Волнение выключается, как только ты попадаешь на боевое поле, то есть как только ты поехал вокруг боевого манежа, уже все, уже включается концентрация, и нету ничего. То есть есть только ты и лошадь, и поставленная перед тобой задача. То есть ты уже не обращаешься ни на звуки, ни на музыку, ничего. То есть это такое глубокое, глубокий союз, тандем, в котором нету больше никого. Как только ты отдаешь, делаешь финальную остановку, весь мир обратно начинает жить. Ну, наверное, у каждого спортсмена, когда что-то идет не так или что-то не получается, конечно, ты безумно расстраиваешься первое время. То есть первая эмоция, которая тебя посещает, это обида на самого себя, что ты недостаточно качественно выполнил свою работу. Но она исправляется путем анализа. Лошади наше спорт заставляет очень много анализировать, что может быть причина тех или иных проблем. Анализ каждый день. Вечером после работы ты анализируешь, в любом случае смотришь, как у тебя прогрессирует лошадь, как она себя чувствует, как она... Смотришь динамику ее развития в езде, в ее физической форме. То есть это постоянный анализ. Психологически тяжело... Мне до сих пор психологически тяжело с сложными лошадьми. Как бы ты себя не контролировал, ты к этому на подсознательном уровне все равно этого остерегаешься. Это я еще не переборола. То есть когда ты не уверен в лошади, она короткое время у тебя в работе, вот эти вот мысли, они все равно присутствуют. Когда вот пришло уже более взрослое отношение к лошадям, что здесь можно требовать еще. С появлением, наверное, Павла Владимировича Волкова. И здесь подними ее и делай, да, да. И опять чуть подними левую ногу. Вот, вот, вот это другое дело. Да, поворот. Подними опять левую ногу, не замирай. Человек, который начал обращать мое внимание не только на технику езды верхом, но и на психологическое состояние лошади. Он с первых тренировок, которые мы с ним встретились, он начал прививать и обращать внимание на то, как психологически лошадь настроена к человеку. И не только, когда ты сидишь верхом, да. То есть, как она на тебя реагирует в руках, на развязку, в дневнике. И я веду, у меня есть такой дневник, в котором я все вот эти пункты, все моменты записываю каждый день. Да, вот какие-то такие наблюдения свои. И на самом деле очень интересно, потому что когда ты его периодически перечитываешь, ты понимаешь, что какие-то вещи ты забыл, какие-то вещи ты смотришь, прогресс, да, этой лошади. И, в принципе, ты всегда можешь, готов ответить на вопрос, как у тебя лошадь за какой-то там период времени спрогрессировала, да, и что поменялось. Наверное, вся моя жизнь — это путь развития. Адекватно понимаю, что каждый день мне нужно развиваться. У меня была достаточно большая нагрузка, было много лошадей, плюс сидячая работа в офисе. И утром, когда я открыла глаза, я поняла, что я не могу встать на ногу. Это, ну, как бы адская боль, которая не дает тебе сделать никакое движение, да, ни малейшего, ни шага, ты не можешь ни сесть, ни встать, то есть ты можешь только лежать. Конечно, страшно. Наверное, в этот момент я... Первая мысль, которая у меня пробежала в голове, о том, что я не смогу ездить вверху. После этого дня была сумбурная неделя. Это бесконечные разъезды по врачам, бесконечные там обследования, снимки, МРТ, уколы, какие-то вечные разговоры. Но, ну, как бы адекватно и полноценно оценивать ситуацию я не могла. То есть у меня было настолько стрессовое состояние, я не знала, что с этим дальше делать. И как бы меня не успокаивали у врача о том, что, ну, как бы ничего глобально страшного нет, нету, все это исправляется, все это чинится, я, ну, эту информацию не могла воспринимать у себя в голове. Как же я дальше вот буду ездить вверхом? Это вот первая мысль, которая меня преследовала 24 часа в сутки, и я не могла думать больше ни о чем. То есть только о том, что я не смогу дальше заниматься любимым делом. Ну, была очень бурная активная деятельность, да, постоянные переезды, большое количество лошадей, и была очень насыщенная программа жизни. Поэтому, конечно, в этот момент было тяжело понимать, что, возможно, этого больше не будет. Но, слава богу, мне дали еще один шанс. Вот, и мы дерзаем потихонечку дальше. Я искала любые способы, как бы дальше, ну, как и выйти из этой ситуации. То есть через какое-то время эмоции уже сошли на нет, и мы начали общаться с докторами, как это можно все исправить. Каждые полгода это реабилитационные программы и обезболивающие препараты противовоспалительные. Практически каждый день, да. Он начинается с таблеток и заканчивается таблетками. Залезть верхом удалось достаточно быстро. Это было через две недели после вот этого. и я села вверхом. Я поняла, что ездить мне не так больно, как ходить. Ну, и здесь уже остановить было невозможно. Ездила я до тех пор, пока могла. Увлекаться, когда ты увлекаешься, болеть начинала сильно уже верхом. Поэтому пока боль была терпима, как бы можно было скакать. Я скакала. Это, знаете, как заново начать ходить, наверное. Я была безумно счастлива, особенно когда полностью восстановилась, я поняла, что могу нести нагрузки, как и прежде. Меня, знаете, как... Отпустило. То есть вот это вот напряжение, оно ушло. Первая лошадь, на которую я залезла, это был Биг Бен. Он просто вот мой путеводитель на протяжении долгих лет, и при этом, при всем он безопасен. Он возил меня как в хрустальную вазу. Мы с ним уже, сколько, 8 лет. От заездки до элементов большого приза мы с ним прошли этот путь вместе, вдвоем. Это мой бессменный, надежный партнер. Когда ты сидишь на нем верхом, он действительно настоящий лошадь, на нем и в воду, и в огонь, и куда хочешь. Он очень бережно относится к всаднику. Он как большой корабль, по волнам, на нем... как просто вот хочется взять чашечку кофе и наслаждаться ездой. У меня такое чувство, что мы друг друга понимаем без слов. То есть он настолько отдатлив и отзывчив, что с ним не приходится иногда даже разговаривать. Когда сгрустнется к нему и приходишь, он поднимает тебе настроение, он чувствует твое настроение. То есть он всегда с тобой на одной волне. С ним очень приятно работать и очень приятно проводить время. Я не собиралась выступать в паралимпийской выездке, но свела нас судьба в Ливаде, когда я сюда переехала с своими младшими дними. Мы встретились с Владиславом Колосовым, старший тренер Московской области. Он обратил внимание на то, что я под Храмова. Ну и путем долгих уговоров и разговоров он все-таки уговорил меня попробовать. Я долго сопротивлялась, говоря о том, что у меня нет такой проблемы серьезной, чтобы позиционировать себя как инвалид. когда меня посвятили в европейских всадниках, которые участвуют в пятом уровне, я поняла, что мне до этих звезд еще далеко, очень далеко, что они ездят точно так же божественно, и есть к чему стремиться. Первое время, наверное, было немножко страшно находиться в принципе в этой атмосфере паралимпийской всей, потому что в нашей поседневной жизни мы не видим столько инвалидов, не видим столько людей с ограничениями, как мы встречаемся с ними там. И вот эта обстановка, она первое время на меня давила в плане того, что мне всегда хотелось очень помочь. Помочь сделать какие-то шаги, что-то там подать. Я не понимала первое время, почему они меня обижаются. Потом мне разъяснили о том, что Настя – это спортсмены, это не инвалиды, и они самостоятельно готовы и могут решать какие-то свои нужды. Не надо к ним относиться с жалостью. Это не какой-то отдельный мир. Это точно такой же серьезный спорт, точно такие же международные соревнования, точно такие же биралимпийские игры. Это серьезные вещи. Это не разделение. Можно разделить профессиональный спорт и хобби спорт, а паралимпийскую выездку и выездку нет. Олимпиада стала целью так же, как и Олимпиада с первых дней. Это та же самая Олимпиада, это тот же самый важный турнир для любого спортсмена. Каждый мечтает туда попасть и показать максимум своих возможностей. Я держу связь с нашей командой, с нашими девочками и мальчиками. Я безумно за них переживаю уже. Я уверена, что про Олимпийские игры я буду смотреть с Слезен на глазах, потому что одно то, что в принципе мы сделали невозможное, командная про Олимпийская лицензия это огромное достижение наших спортсменов, которые сейчас туда едут. У меня есть лицензия на Паралимпийские игры, но, к сожалению, дома сложилась такая ситуация, что мне пришлось вернуться в Москву. Мы позвонили из Москвы и обрисовали ситуацию. которая складывается, да, дома. Мне понадобилось в районе трех дней для того, чтобы принять окончательное решение. И оно сложилось в сторону отъезда. Ну, я говорю, я не могу сказать, что я не жалею. Где-то, наверное, в глубине души все-таки кошки царапаются. Но если адекватно к этому подходить, к этой всей ситуации, я понимаю, что, наверное, я сделала правильный выбор. Я не могу, наверное, адекватно сказать, что я к ней готова на сто процентов. То есть я понимаю, что лошадь. И я, наверное, еще не на том пике, чтобы показать самый высокий результат. Может быть, оно к лучшему, может быть, это был единственный шанс попасть на Паралимпиаду. Никто не знает. И, ну, тем не менее, я надеюсь, что все-таки я смогу в эти оставшиеся три года к следующей Олимпиаде показать высокие результаты и все-таки туда попасть. Мечта, конечно же, выиграть Олимпиаду. Это мечта, наверное, каждого спортсмена. И еще у меня, естественно, такая маленькая мечта и задумка. Я бы при первой возможности открыла бы свою школу для детей, у которых нет финансовых возможностей заниматься. И я надеюсь, что рано или поздно я эту мечту осуществлю, наверное, может быть, в каком-то даже ближайшем будущем. Вперед, 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 вперед! Почему он у тебя сам налево все время разворачивается? Вот он развернулся налево, а ты с ним согласилась. Да, и смягчила. Отобрала, поправила и сама смягчи. Пусть он сам несет свою голову. Сейчас, наверное, настал тот момент, когда я дошла до того эмоционального состояния, что я готова тренировать людей. Мне это интересно, и я понимаю, что есть, что им рассказать, что дать. Смотри только за руками, не склеивай. Как только ты два кулака вместе склеиваешь, ты начинаешь его хватать двумя руками. Понимаешь, у тебя идет одержка уже такая, ну... вы знаете, я стала более терпелива, наверное. За все это время я действительно научилась терпеть и ждать. я понимаю, что без этого нет успеха, что бывают какие-то жизненные ситуации, моменты, которые нужно просто перетерпеть, переждать, потому что всему свое время. Хорошо. Не притягивай не к себе, а от себя и в сторону. Давай направо принимай. Поняла? Лови вот это вот ощущение, что ты впереди его контакт держишь. Да, безусловно, боль имеет место быть, но она не останавливается. Ты уже... Я уже настолько привыкла с ней жить, что она не доставляет какого-то лишнего дискомфорта. Для меня это обычное состояние. На самом деле, я к этому отношусь как, наверное, больше к психологическому настрою себя и... Ну, я могу сказать, что мой внутренний стержень стал крепче после этой ситуации. Здесь, ну, наверное, просто мне дали понять, что нельзя опускать руки, чтобы не произошло. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok